Профессия сопроводных мужчин. Лепшие лесорубы из всей республики, а так само из Литвы и России, собрались на августовском канале, как поспорчаться за звание чемпиона. Открытые республиканские споборництвы и сирот вальщика в лесу продолжились несколько дней. Переможцы вызначены и литерально днями яны начинают рыхтоваться до наступного этапа чемпионата света сирот вальщика в лесу, который у всех опрос месяц отбудется в Норвегии. Татьяна Барановская подробнее про видовищные споборництвы, которые разгорнулись неподалеку Гродно. Не только самая видовищная, а и самая шумная споборництвы. Срешта Гукбин запил и удельникам чемпионата, сдается, допомогая сконцентроваться на справе. А этот, как стверждают девчатые чемпионы, Ледвине Галолуны, складальник поспеху. Если человек тренируется, и все получается на тренировках, то это не значит, что у него получится на соревнованиях все. Это надо совладать внутренне с собой. Это сильный характер должен быть. Если чуть-чуть какая-то слабинка, и все, эмоции перехлестывают, и ты уже свой результат не покажешь. Программа чемпионата продуглеживает пять заданий. Валка древа, монтаж нового ланцуга, распиловка комбинованной резкой, докладное распиловывание и обрезка суков. На каждом этапе свои тяжкости. Вы бы говорили ровный блин от 3 до 8 сантиметров. И начинать рез снизу, заканчивать резом сверху, в красной полосе, состыковать резы. Александр Соколов, чемпион света 2012 года, на споборнство в Беларусь приехал с далекой Карелии. Республиканский чемпионат традиционный, мой статус открытого. И все это уделуем прямоле, а прочь белорусских команд, так само сборная из России и Литвы. У агульной колькости на Густовском канале собрались 114 удельников, а это 11 команд. Физически здесь все сложно, наверное. Надо иметь определенные силы, определенную выдержку, естественно, и уровень подготовки. Случайных людей здесь нет. Профессия эта тяжелая, но мужественная, поэтому здесь настоящие мужчины. Выбрать слепшего сирот сотни соправдных мужчин и профессионалу свою справу было непросто. У агульнокомандным залику чемпионский титул в разных подгруппах завоевали 2-я сборная Беларуси и команда Витебского лесосподарского объединения. У особистым залику перемогли представник 1-й сборной Беларуси Сергей Шкудроу, а так само могилючанин Дмитрий Короткевич.